Я учился очень долго, и вот сейчас начинаю понимать, что долгий путь приобретения знаний не совсем хорошая стратегия. Я знаю очень много иностранных языков, порядка восьми. Взять среднюю школу, высшее образование, магистратуру, повышение квалификации, программу обмена, половина, больше половины жизни пока потрачено на образование. Начинается в мире огромный большой эксперимент. Товар принял, товар выдал. Процесс умирания, угасания профессии происходит. Деньги пришли, деньги ушли. Современный человек очень быстро становится неконкурентоспособным, слишком быстро. И вот здесь начинается самая нехорошая история. Есть вот эта ностальгия, которая старшее поколение, которую сейчас наши дети называют бумеры, говорит про советскую школу. Действительно, сила этой школы была в педагогах. Люди, которые заставляли нас стремиться к большему, давали нам мотивацию. И вот у меня была такая интересная история. Я заболел очень сильно в первом классе и до пятого класса не учился, вообще не учился. И в пятом классе я вернулся в свою школу, и мне попался очень удивительный педагог. Елена Федоровна ее звали. И вот она каждый день занималась со мной, чтобы я мог нагнать вот эти четыре пропущенных года учебы. Второй удивительный человек, который мне в средней школе попался, это наш школьный библиотекарь Надежда Михайловна. Она заставляла меня читать книги, делала подборку. И в один прекрасный день, в классе седьмом, по-моему, это было, оказалось так, выяснилось, что я прочитал все книги в школьной библиотеке. Но самое главное изменение в моей жизни произошло после восьмого класса. В нашем городе открылся казахско-турецкий лицей. И пришел с рекламой этой новой школы Улан-Тохтаров. Мне стало очень-очень-очень интересно поступить в эту школу, потому что ГУЗМИЗДАН, ХАЗАХ, ЧЕГТЭ, свободный, здесь снялся на четырех языках. И я вот поставил очень четкую перед собой цель, задачу поступить в казахско-турецкий лицей и поступил. Что не дала мне школа, к сожалению, она не дала мне фокуса. Да, да, да. Навык отличника мне скорее мешал, чем помог. Почему? Как только вы теряете фокус, и вы теряете бесценное время на огромное количество предметов, вы не можете стать лучшим ни в одном предмете на самом деле. Вы распределяете свое время и свои ресурсы и энергию на очень большой охват знаний, которые на самом деле вам сильно не помогут в жизни. И, к сожалению, отсутствие фокуса и профессионализации, то есть достаточного углубления в какую-то определенную сферу, это самая главная причина того, что человек долго потом не может быть успешным, стать хорошим специалистом, стать хорошим профессионалом. Таким образом, сложившаяся модель средней школы в нынешнем современном мире не работает. Нет. Задача индустриального образования, индустриальной модели, это она так и называлась. Почему? Потому что появились большие заводы, большие мануфактурные производства, и нужно было много людей обучить одинаковым стандартам. Вот, например, бухгалтера. Деньги пришли, деньги ушли. Библиотекари. Книгу принял, книгу выдел. И вот модель нынешней школы, она устроена как армия, она устроена по армейскому принципу. Набираются дети определенного возраста, из них формируются классы, взводы, отделения, роты, батальоны. Во главе ставится там классный руководитель, начальник отделения, начальник взвода. Ставится завуч, комиссар полка, директор, командир полка. В чем проблема с этой моделью именно сейчас? Сейчас промышленное производство очень быстро автоматизируется, роботизируется. Происходит такой интенсивный процесс цифровизации, автоматизации, роботизации. И сейчас получать большое количество специалистов, которые одинаково обучены тем или иным вещам, не нужно на самом деле. Более того, есть уникальное исследование, Массачусетское институты технологии, в 60-е годы они замеряли, как поменяется спрос на человека в пяти базовых группах специальностей. И вот только в двух группах специальностей спрос на человека начал расти. Это нестандартный умственный труд, творческие специальности, архитекторы, поэты, копирайтеры, креативщики, сценаристы. Те люди, которые могут создавать что-то новое. И те люди, которые работают с другими людьми эмоционально. Преподаватели, психологи, все остальные виды деятельности очень легко автоматизировать. Почему? Потому что это повторяющиеся, рутинные, регламентируемые процессы. Товар принял, товар выдал. Деньги пришли, деньги ушли, книгу принял, книгу выдал. Я попытаюсь очень коротко свою мысль сформировать, свое видение, какая должна быть школа. На самом деле это очень просто. В моем понимании в середине всего, если мы возьмем это как школьную среду, должен быть ученик. Чтобы каждый ребенок, приходя в школу, понимал, что в ближайшие несколько лет у него есть свои задачи. Ни задачи класса, ни задачи педагога, ни цели и задачи его родителей даже, ни цели и задачи его соклассника или ученика из другого класса или старшего класса. Есть индивидуальные его цели и задачи. Эврика, учитель теперь становится ментором, фасилитатором, модератором, трекером, подталкивающим детей к получению каких-то новых знаний, к формированию собственного понимания, переосмысления этого контента. И в этой системе единственного правильного ответа не существует. Человек, ребенок выходит к доске и говорит И он не может получить двойку, потому что нет единого какого-то формата установленного ответа. Есть огромное количество вариантов, форматов, интерпретаций, оттенков и знаний, которые очень важны, чтобы этот ребенок пропустил через себя и понял. Какие цели и задачи он ставит перед собой, скажем, в начальной школе? Какие цели и задачи он ставит в средней школе? Какие цели и задачи он ставит в старшей школе? И на выходе, какому другому я, он должен прийти вот в эти очерченные сроки? И я почему очень сильно переживаю, что обсуждение, дискуссия, диалог о переходе на новую модель у нас до сих пор в Казахстане не начат. Мы сейчас обсуждаем только проблемы старой модели. Мы обсуждаем качество учеников, зарплаты преподавателей, систему оценки, систему тестирования. Давайте все-таки начнем задавать правильные себе вопросы. А может ли текущая модель образования помогать и решать те проблемы, которые есть у наших детей и у наших молодых профессионалов? Потому что время поменялось, и условия, и требования тоже поменялись. Я вот на простом примере приведу своих детей. Мы до 5-6 класса перепробовали порядка 15-20 разных видов деятельности. В итоге выявили 3-5 у каждого ребенка, и сейчас все остальное время тратим только на вот эти фокусы. И когда ребенок пришел в школу, уже тогда он получил уверенность, потому что все начинают говорить, так кто лучше всех рисует? А, ну вот Лела же рисует, вот давайте Леля там. А вот кто лучше всех там вот это получается? Ну как бы Лела. И это уже дает ребенку уверенность, что он хоть что-то одно, пускай, или два, делает лучше, чем другие. У него это получается лучше, чем у других. У него есть уверенность в собственных силах, у него есть уверенность в собственном каком-то уровне мастерства. Потому что самая большая, наверное, ответственность родителя – это вот помочь ребенку найти вот этот фокус, свою зону, найти свою концентрацию. Все остальное приложится.